Новодевичьего монастыря Василием Третьим, великим князем и государем всея Руси, в честь взятия Смоленска. На строительство было пожаловано 320 килограммов серебра, земельные угодья и села. С Новодевичьим связаны ярчайшие страницы нашей истории. Победы над ордами крымцев, над гетманскими войсками. Восшествие на престол Бориса Годунова, кровавые дни стрелецкого бунта, пленение царевны Софьи и торжество молодого Петра. Недолгая радость и позорное бегство из Москвы, Бонапарта. Восокородные посетители въезжали сюда через парадные преображенские врата со стороны Кремля. К красному входу примыкают вплотную Лопухинские палаты, узилище опальной царицы Евдокии Лопухиной. Архитектурный и исторический центр Новодевичьего. Пятиглавый Смоленский собор. В монастырском синодике сохранилась запись. В лето 1525-е строили каменную церковь. Биография знаменитого собора связана с преданием о Смоленской Адигитрии. Древние смоляне считали, что икона эта была привезена из Греции царевной Анной, супругой князя Владимира Киевского. В 15-м веке икона побывала в Москве, где с нее была снята копия. Москвичи почитали Адигитрию как палладиум, дарующий успех на поле брани. В конце 17-го столетия засиял в Смоленском соборе золоченый многоярусный иконостас, шедевр резьбы по дереву. А прежде еще, во времена Годунова, стены были изукрашены фресками, писанными на темы военной славы Третьего Рима, Москвы. В соборе можно полюбоваться работами Симона Ушакова, прославленного российского изографа. Еще один шедевр. Шестиярусная звонница Зодчего Потапова. Василий Баженов сказал, колокольня Ивана Великого достойна зрения, но колокольня Девичья монастыря более обольстит очи человека, вкус имущего. Просторная трапезная палата считалась для своей эпохи подлинным чудом инженерного расчета. Ее большой зал, площадью почти в 400 квадратных метров, не имеет ни одного опорного столба. Трапезную, пострадавшую во время убительного пожара, реставрировал сам Матвей Казаков. В 1812 году Новодевичий был на грани гибели. Уходя из Москвы, саперы Наполеона пытались взорвать монастырь. Под собор и другие надворные строения были подложены бочки с порохом, подожжены запальные шнуры. Однако не успели французы выйти из-за ворота, как монахини фитили загасили. И украшает сегодня Москву древний памятник славы российской. Лужники. Еще в памятные нам 50-е годы ютились тут деревянные бараки, сараи, склады. В самом слове, лужники. Воспоминания о заливных лугах, раскинувшихся на топком речном берегу. Нынче в лужниках центральный стадион имени Ленина. Один из крупнейших в мире. На 103 тысячи зрителей рассчитана его большая арена. Площадь стадиона 165 гектаров. Разве можно забыть Олимпиаду 80 в Москве? 16 дней пылало над лужниками чистейшее пламя, рожденные солнцем Эллады. А когда закончились спортивные праздники, и пришла пора расставания, помните, и смеялись, и плакали мы, провожая в полет доброго своего друга, олимпийского мишку. Отпылав огонь Олимпиады, разъехались по домам гости. Но в сердцах своих унесли они память о прекрасном нашем городе, о котором еще в древности сложилась в народе пословица «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok